друзья всем привет в тег токио увидел как китайцы поливают свои поля и огороды нашел на алиэкспресс такие вот поливал очки такие вот маленькие два сантиметра всего лишь поливают они и свеклу и морковь и картофель и цветы разные другие культуры мне стало очень интересно вот выписал я 100 штук 230 рублей бесплатная доставка то есть 2 рубля 30 копеек получается одна такая вот поливал очка они бывают на 360 градусов бывают на 90 на 180 и заявлено на сайте что они поливают полтора два метра в зависимости от давления то что я видел в тег токи там расстояние в поле это 45 метров я понял что китайцы берут просверливают дорабатывают расширяют отверстие здесь 1 и 2 миллиметра сопло они не знаю что делают я взял шуруповерт попробовал сверло на 18 на 2 и 3 все прекрасно просверливается и за счет этого увеличиваем поток воды и радиус придет весна буду экспериментировать смотреть какое лучше сверло тем более что этим сплинкеры или распылители очень легко меняются для установки их не требуется никакого оборудования там фитинги муфты какие-то резьбовые они сами имеют резьбу нужно сверлом на 4 миллиметра просверлить отверстие и вкрутить она нарезает резьбу первый раз вкручивается очень сложно вот и очень плотно становится мне кажется классная штука за 2 рубля 30 копеек вообще очень классно что же я увидел как поливают в китае у них в полях идет магистральная труба и выход трубы наверх эта труба в зависимости от культуры там морковь там высота допустим полметра цветы там метр то есть зависимости какую культуру они выращивают и отрегулирована полоса и они припаивают заглушку на которой находится распылитель второй вариант который я видел это забор вдоль забора они прямо на забор крепят трубу поливал очки на 180 градусов и от забора идет полив и допустим там какие-то цветы огромные клумбы но все от забора идет поливает здесь вообще даже тройников ничего не нужно просто вкручивается все в трубу и в зависимость там допустим вот они идут полтора метра если на забор подвесить там около двух метров там метр восемьдесят будет идти полив и соответственно через каждые полтора метра через два нужно вкрутить вот такой вот поливал очку который будет поливать это очень удобно на узких местах делать на грядках на цветочных клумбах вот мне кажется что можно найти применение этому очень такое хорошее конечно для газона это не подойдет потому что если мы такую вот поливал очку сделаем в траве то мы не сможем косить но и такая вот штука будет торчать из травы это будет некрасиво и можно споткнуться как бы нужно применять хорошее оборудование я показывал сплинкеры в прошлых так вот она я показывал это оборудование то есть она находится вот так под землей под давлением воды шток выдвигается вверх на 10 сантиметров поливает все когда вода перекрывается от краном или там электроклапаном это все прячется на уровне газона и ничего не видно и косить удобно все четко сделано это вот специально для газона разработана конечно вот этими поливал очками сложно будет заменить чтобы газон качественно поливать но для нужд огорода грядок цветников это очень классная вещь чем она еще мне кроме цены понравилось тем что она легко выкручивается если допустим прошло время тут отверстие очень маленький она забивается можно выкрутить иголочкой почистили на ночь бросить в лимонную кислоту все это грязь отвалится очень здорово и назад прикрутить вот посылка из китая шла где-то дней 40 поэтому к весне готовимся и все делаем тут я специально взял неправильно напаял трубу то есть черная труба белый фитинг с отводом то есть вот эти вот соединения черное с белым они не очень надежные может быть она конечно и проработает и 5 и 10 лет но были случаи когда люди так паяли и здесь начинала кап для огорода это не страшно но супер бюджетно если мы будем применять вот такие вот фитинги не умеем паять нету трубы допустим там не сталкивались с этим то вот эти фитинги очень надежные сейчас расскажу один момент пока такой случай удался осенью два раза на случай такой наткнулся подходят мужики ко мне говорят у тебя есть вот такой вот фитинг другое то у нас бракованный я думаю как так бракованный фитинг никогда в жизни не видел ты пока хорошее качество но пошел поискал дал им они говорят нет это тоже плохой я говорю как плохое они оказывается берут кусок трубы сейчас вот на вот это вот примере покажу берут кусок трубы вот если мы разбираем фитинг то он мы видим что резинка находится где-то сантиметра два на 1 на трубу и то есть мы когда вот так вот одеваем она плотно вот мы разбираем и вот мы еще видим как собирают ребята они берут резинка да здесь вот фитинге находится они до резинки вот так вот одевают вот труба до резинки дошла и все и в принципе сейчас соберу как они собирают вот так и закручивают и она даже держится вот если хорошо затянуть даже не видно что сборка произошла неправильно и в этом месте начинает бежать и когда давление большое там 34 атмосфера но конечно вырвет и бежит и я когда такое видел думаю ну это же элементарно то есть фитинг собран неправильно вот не допускайте таких ошибок то есть нужно толкать трубу до упора вот мы и толкаем вот все она зашла она заходит вот практически до середины и потом уже собираем вот это надежное соединение этот фитинг я не знаю но лет 20-30 будет служить пока вот это вот резиночка не просохнет все-таки с годами резина портится да вот что я хотел сказать да что придет весна буду пробовать экспериментировать но мне китайский вариант очень сильно понравился